друзья всем привет новое видео вошли в карантин не знаю как мы с него выйдем надо прививки делать и не знаем как быть так вот смотрите вот такой наборчик стоит 700 гривен вот такая вот конфетничка это у нас коросты значит смотрите 10 вот таких вот получается креманочек как правильно сказать сливочник молочник вазочка и кофейничек видеть да такая красота вот такой наборчик получился красивый набор нам значит с киева такой предлагали за 950 гривен вот так вот она все выглядит да его можно и в серванте поставить он прекрасен такие цветочки золотом вот такая вазочка смотрите необычная форма вот такой цвет ручные мазки как вы видите да прям сверху вот такое сверху такая сверху красота да необычная необычная 150 гривен так вот такая вот конфетничка фруктовница не знаю кто как называет какое-то стекло 100 гривен но она небольшая вот моя рука например так друзья шедеврик смотрите кобальтовая форма какая первый раз такую мы увидели вот такая громадина смотрите снизу такая ширина ну необычная форма высота где-то около 40 сантиметров высоченько высоченько так вот светится вот так на телефон светится а глазом смотришь что хуже хуже конечно видно а чая телефон как-то просвечивает видно больше так стеклянная стеклянная резная красота вот так вот она снизу сантиметров тридцать наверно с лишним вот такая цена значит под эту вазочку под вот такой цвет есть у нас три цветочка по 60 гривен может кто-то не видел вот такая вазочка цена ее до обозначение никаких нет но красивая красивая какие-то ромашки а может и нет так друзья очередной шедеврик смотрите виноградная грозь сантиметров 50 наверно с крышечкой да винишко наверно наливать вот такая ручка смотрите то вот это уже конечно ну такое мы увидели впервые чтобы она было с крышечкой все прекрасном состоянии но единственно он как-то сделанный что он весь такой вот как как полопанный ну как-то вот так вот она сделана может это специально есть так за мебель делает и здесь такое сейчас давайте снизу посмотрим что там нет снизу ничего мы не увидим ну как вы поняли да высокая красота вот так вот смотрите если вот эти вазочки то он тут прям великан великан такой красивый ну необычный можно так сказать рог стеклянный резной рок друзья впервые такого цвета увидел такой цвет соточка соточка стоит да такого нальешь и потом из пицца можно засипить пить с такой красоты бульонницы бульонницы вот такая цена вот такая красота и вот такой знак смотрите первый сорт видите да красота 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 большущая чайная пара смотрите 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 это у нас долбыш так долбыш рубль сорок она стоила а блюдечко со знаком качества вот такой комплектик стоит 100 гривен их 22 штуки таких бокальчик смотрите какая высота 30 наверное где-то сантиметров 50 гривен пять штук таких таких пять штучек и и впервые нам попались высоченные сантиметров 20 высоченные хрустальные стаканчики вот вот бокальчик например такой и такой стаканчик приблизительно но это это мы впервые таких 12 штук 12 штук значит 6 штук вот так вот вырезано снизу и 6 штук и 6 штук не вырезано но рисунок рисунок одинаковый как вы видите да вот так вот сделано 60 гривен 12 штук вот такая конфетничка салатничка кто как назовет 140 гривен вот такая ее формы ну сантиметров не знаю 13 14 она высоту ну здесь наверно 20 ладьи по соточке одна пошире другая по уже но немаленькие немаленькие так друзья смотрите какая шедевральная ваза я сейчас не сделаю фокус смотрите так раз оп и снимаем и снимаем макушку сняли видите да хрустальные соляночки хрустальные горчичнички кто как назовет и можно их собрать вот так и получается вот такая красивая вазочка 50 гривен одна штучка так вазочка вот такая вазочка и вот такая цена смотрите 140 гривен где-то 20 с лишним сантиметров но необычная форма тоже расширяется здесь вот это вот выпуклость такая резная интересно интересно и вот у нас карашит кара тышки кара тышки смотрите давайте самого маленького начнем вот это уже такая манюсенькая это у нас первый раз как вы знаете да очень много собирают собирают такую красоту так меньше побольше и повыше видите вот они по соточке это для тех кто собирает ну мы когда-то сделаем наверное уже видео у нас уже их столько она собиралась разной так высоченькая высоченькая хрустальная вот такая цена и две штучки одинаковых по 110 гривен видите да бокальчики вот ряд бокальчиков вот такой коньячный смотрите стекло вырезано думал хрусталь постучал нет пробочка здесь как вы понимаете не родная надо искать может и у нас есть ну такая цена дешевая вот такой вот графинчик вот такая пробка пробка полностью полностью стеклянная такие пробки на рынке по 50 гривен сколько я не спрашивал хотел прикупить себе там партию пробочек нет 50 и все 50 50 ну тоже видите резное все так мирная чем мир мирная да лучшая водка лучшая водка 50 гривен есть к ней еще несколько стопочек так вот такой графинчик с таким с круглой мы наверное скоро тоже сделаем уже графинчики потому что у нас их наверное уже штук 30 их так пару штук в неделю покупают кому интересно охота выпить вот так из карамельного стекла высоченький такой тоже на нем что-то вырезано видите да здесь тоже что-то нарезали едем дальше так вот такая сахарничка смотрите вот так вот оно все стекло алюминий получается а вот этот пыптик наверное с чего-то другого ну такая интересная резная пепельничка стекло 35 гривен вот какой то 20 копеек или 30 копеек написано бачьте ну старина старина лошадка смотрите какая грустная что-то смотрит на вас чтобы вы ее купили а вот тут еще одна такая кружечка 40 гривен так вот такая красота смотрите это как сказали для капучино кто полюбляет капучино пить вот для капучино такая кружечка чашечка так смотрите заварничек вот такие цветочки это у нас синельникова синельникова шуровала множество всего вот такое такого цвета стоит 60 гривен тоже что-то наверное да этот завод мне знакомый вроде бы как 77 копеечек написано ну тоже интересная да интересная интересная так вот какая-то безопознавательных знаков с такими вы что-то у нас уже а что-то у нас есть или было с такими вот это вот я запомнил эти пупырышки такие да ничего нет ничего нет ну не знаю сказали старинная так кобальт вот такой кобальт такая цена и что у нас там и у нас там мы ничего не видим ларец 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 если у вас есть сокровища вы можете его набить набить и будет у вас целый сундук да значит соломка приклеена вот я смотрю кусочка нет что-то значит да внешне и было ну кому нужна солома у меня дома я купил собаке два тюка в будку чтобы она не замерзла кому 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 надо солома могу поделиться вам подклеить там подремонтировать так сказать так кувшинчик вот такой кувшинчик смотрите если у нас такой вроде голубенький а этот вот такой цвет и смотрите какие кружечки значит по 50 гривен значит по 50 гривен одна вот такой цвет увидел впервые их 6 штучек но одна там маленький такой скольчик значит как раз можно под этот кувшинчик такой будет наборчик видите да цвет чуть чуть подходит так вот такой вот заварничек сейчас все начинают болеть видите да засыпали травку сюда какую вы там полюбляете закрыли и за такие смешные деньги вы себя оздоравливаете так друзья очередной шедевр смотрите смотрите что к нам приехало какая красота да европейский фарфор если вот так посмотреть не отличишь не отличишь не отличишь вот смотрите такая у нас супничка красавица 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 но ничего там не налито но красота как вы поняли да неимоверная 4 вида тарелочек вот смотрите самая маленькая 6 штучек таких легенькие ну как легенькие такие ну не такие грубые как ну уже видно делали под европейцев вот такой вот малюночек это у нас средняя вот такая меньшая но она чуть чуть глубоковатая видите и большая большая уже там для первого вот вот такой значит наборчик по 4 ой по 6 штук такой красоты ну красота аж вы видите да ручные эти ручные ручные вроде бы как мазки а может и деколь да может и деколь ну здесь вот смотришь смотрите да ну от европы не отличите так давайте посмотрим кто это у нас вот вот такой это значок что-то бело-бело там зо-зорский ну в общем я снова не подготовился потому что все все бегом все бегом все бегом ну производитель интересный как вы поняли да вот такое еще есть глубокое блюдо вот тоже с такой красотой видите да вот такая красота так и что тут такое сорок пять пятьдесят пять стоил да и вот смотрите вот так вот оно все стоит и вот такая вот смешная цена для такой красоты значит тарелок у нас получается четыре на шесть двадцать четыре вот такое овальное блюдо это двадцать пять вот это вот двадцать шесть двадцать семь двадцать восемь двадцать девять тридцать тридцать получается предметов в этом наборе ну как вы понимаете да такую красоту не стыдно поставить на стол смотрите как оно сделано какой-то гениальный наверное гениальный художник малювал придумал вот такую и вот это вот интересное сделано видите углубление сюда такие ручечки ну сделано под под старую Европу да тысяча четыреста пятьдесят скидывайте на карточку и он ваш на этом месте два дня назад стоял за тысячу наборчик его уже нет уже люди наверное хлебают с него что-то в Киеве какие-то вкусняшки так друзья снова снова заглянула к нам сирень видите да и сейчас мы перевернем тарелочку и вы увидите кто там а вот кто там смотрите это у нас Дулёва таких красот пять штучек и под них есть вот такая супничка смотрите супничка стоит двести двадцать это у нас старые будды не просто будды а старые старые как они там пишут рад над госп бачите да и такая сирень мы приехали к женщине она она ее парит она ее парит в посудомойке вытягивает оттуда вот такую красоту так вот у нас тюрина друзья тюрина смотрите какой цвет какая красота да вот это делали ой я даже не знаю кто это давайте а коросты ц коросты и бачите двенадцать рубчиков оно стоило да по тем временам это были хорошие деньги за двенадцать рублей можно было сходить в ресторан и с девушкой там вечер провести золотые ромашки друзья одно блюдечко осталось ЛФЗ такая смешная цена тридцать пять кобальт смотрите кобальт и это у нас старая барановка три штучки такого кобальта и вот такого кобальта две штучки это у нас Пятигорск а это у нас кто а это у нас надпись видно кому-то не понравилось стерли зачем а может не было видите да две идентичные а надпись на одной есть надпись на другой нету значит кто-то стер ее чтобы она ему не напоминала о каких-то событиях наверное девушка да что-то там у нее случилось что она терла 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 и вытерла наконец этот Пятигорский своей памяти друзья смотрите какая штука смотрите смотрите под две кружечки видите если вы любите ой я же ее не прикрутил просто хотел показать вот видите да кофемашина смотрите засыпаете кофеечек закручиваете закручиваете я просто одной рукой у меня наверное не получится закрутили если вы там любите рыбку ловить или вы любите за грибами ходить и любите пить свежий кофе вот так взяли с собой две кружечки поставили на газовую печечку на маленькую и все и сюда течет воживительный напиток и вы как говорится в шоколаде легенькая алюминиевая вот такая коробочка смотрите вот такая красота двести гривен друзья двести гривен вот написано девяносто девять и пять значит выжмет она с кофе ваших зерен девяносто девять и пять процентов и вот такой вот рисуночек так что кто это дело полюбляет кто не может жить без кофе без прекрасного кофе это для вас за такую смешную цену тридцать гривен и почему так дорого спросите да потому что это вот кто видите это у нас Зулёва вот такая соляночка красавица тарелочки кто зарабатывал в детстве на ландышах я зарабатывал по пятьдесят рублей рвал целый день ландыши потом вязал пучки с них и утром на рыночек и пятьдесят гривен в кармане и уже можно было купить сигареток можно было какое-то пирожное мороженое потому что жили бедно вот такая цена пять штучек такой красоты один такой штучка вот такой красоты видите да круглое 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 блюдце да а так это тоже да вот первый сорт круглое блюдце значит остальные все квадратные это это одно такое так ну интересное да красота красота так вот такие четыре четыре штуки значит две видно стояли сервантики бачите золотишко хорошее так тут натыкали вот натыкали значит двумя не пользовались а двумя пользовались видите ручечка потертая значит эти кружечки с историей да в них вдохнули люди свою радость так это у нас долбыш можно конечно блюд с блюдечками взять ну четыре штучки по сто вот такие две вот что-то тут наляпано но это заводской брак ага это у нас бараневка старенько бачите старенько при старенько это тоже третий сорс ну как вы видите да одну видно уже мыли мыли и до мыли она чуть-чуть посвежее так вот смотрите какая громадная какая глубокая и какая красивая цена для такой тарелки видите да красота красота и что это у нас а и это у нас старая барановка видите таких вот шесть штучек шесть штучек целый комплексик вот такой красоты да интересная тарелочка ну что друзья переходим к искусству смотрите смотрите новые картины видите да березки кто слезы льет о березках вот пожалуйста за такие смешные деньги вы можете это у себя повесить и любоваться вплоть до того что у нас в кровати вот так вот оно сзади сзади веревочка все прибили гвоздик или закрутили и такая красота смотрите и льете слезы вспоминаете молодость где вы там были видели и вот вторая такая же картина да ну смотрите Нью-Йорк наверное кто с Америки кто в Америке вот такая красота 200 тоже самое 200 а нет рамочки разные значит это разное совсем ну вы понимаете да сколько сейчас одна рамочка стоит а тут целая это целая картина так вот на металле старина смотрите райская птичка жар птичка ну тут уже конечно рисовать и рисовать и рисовать вы видите да сколько здесь уже всего это на металле это на металле это где-то 45 сантиметров громадная громадная ну друзья красота стоит недешево как говорится вот так вот оно сзади все выглядит ну на металле очень редко это делали там вот эти наборы у нас есть подстаканники с этого набора и одна такая же точно но чуть-чуть вот видите здесь поцарапано и вот есть вмятинка тоже что-то там такое поцарапано вот вот такая цена ну как вы понимаете это это не дерево птичек очень мало кто рисовал это уже только только великие художники вот видите там написан художник можно почитать в какие годы он работал не знаю фабричное не фабричное но то что красивое это 100% немного друзья о вечном смотрите вот такие иконки по 50 гривен сзади ножка видите да можно поставить и можно повесить на стеночку вот смотрите две такие закругленные состояние вы видите нулячее нулячее состояние и две чуть-чуть вот другие единственное что я не прилепил номера ну тут очень просто объяснить правильно да вот такие вот иконки теперь вот старинная с керамики вот такая цена видите да вот сюда вот есть дырочки свечечки вставлять вот так вот оно выглядит это керамика уже это керамика 150 150 вот так оно сзади выглядит ну что можно сказать здесь какой-то бархат такой ну это насыпной клей клей мажут и насыпают и вот такая двойная двойная вот видите да нужно не забывать не забывать о вечном вот так вот оно выглядит сзади смотрите да ну красиво красиво сделано тоже на две свечечки две дырочки под маленькие свечечки так друзья вот такая вот такая прям берешь в руки аж трепещешь трепещешь такая красота вот такая сделана широкая видите широкая ну это уже настоящая икона смотрите какая прелесть да вот читайте как тут ну в общем девушка девушка пресвятая богородица только кто я не знаю ну сделано прекрасно вот такая цена смотрите я не знаю сколько она может и в церковной лавке стоить ну вряд ли чтобы она стоила 600 гривен это это уже да это уже настоящая красота сама рамочка смотрите как сделано и вот такие вот смотрите видите вышитые бисером значит сегодня вечер у нас вечер икон вот они сделаны в рамочке ну рамочка обычная а вот эта иконка вышита бисером ее люди видно вставили в рамочку ну так делает так мне кажется оно и красивее да и как-то вышита бисером вот такая цена смотрите ну бисером я посмотрел они там по 600 гривен такие маленькие иконочки вот видите лариса лариса то ж надо бисером шить это ого-го вот они по 300 гривен кто хочет замолить свои грехи кто хочет попасть в рай и вообще быть прекрасным человеком нужно день начинать с молитвы хотя бы отче наш хотя бы отче наш читать так вот такая еще смотрите тяжелая ну как вы знаете да вот гвоздички я не знаю старинная не старинная здесь ничего не написано может и современная вот на такую досточку одетая вот это нужно было разбирать вытягивать эти гвоздики и все там смотреть ну я этого не делаю вот такая цена за такую красоту вот это берешь в руку она такая тяжелая тяжеленькая как вы видите да я не помню как как называется ну вы же понимаете да все на скорую руку сегодня сегодня день дурдом так переходим дальше от святого грешному смотрите вот такой никополь наверное наливная заливная но красивая красивая пробочка все прекрасное состояние смотрите да единственная проблема единственная проблема из-за этого такая низкая цена вот видите один такой такая кружечка одна лопнувшая вот там вот но она наверное как-то не на а не сверху насквозь да ну я думаю можно это можно все это реставрировать я не знаю когда я этим займусь но если вам для красоты так пожалуйста вот кто с никополя или кто там был или кто там невесту нашел или кто там не знаю раньше жил вот такая красота два казака бачты да сюда можно налить врывочки венчика какого-то и вспоминая город никополь свою молодость вот такая пробочка ну в общем красота да если вот так поставить красота красота так вот такое смотрите произведение искусства какие-то бороздки это ж потом уже наводили видно может и ручное да может быть может быть да ручное тут какая-то была цена но сейчас ничего нет значит вот такая красота можно где-то повесить на забор можно поставить на кухоньке можно налить молочка и с какими-то пирожочками с булочками наворачивать 90 гривен ну форма как вы видите красивая так вот еще такой какой-то наливной там у нас потекло видите туда черным скрывали здесь сюда вот затекло вот тоже такая вот что-то такое какая-то вазочка какой-то горшочек но я забыл крышечку вот смотрите 80 гривен и вот шедевр вроде бы как турецкого мастерства я просто помню эту женщину когда-то она продавала такой турецкий наборчик вот смотрите да ну это уже красиво да это уже красиво вот это уже можно поставить и а можно и венчик налить из такого кувшинчика наверное будет приятней стеклянный друзья стеклянный стеклянный стоит 100 гривен ну его нужно помыть привести в надлежащий вид не знаю отсюда пробка или нет крышечка крышечек у нас много мы их покупаем чтобы можно было поменять потому что на рынке как вы понимаете бабушки лепят все подряд и люди когда несут в лавку они тоже что дома находят то и суют так вот такая еще вазочка у нас смотрите тоже какая-то наливная 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 керамика керамика или обливная 50 гривен всего-навсего и друзья смотрите гребень это для прялки ну как я понимаю дерево видите какой цвет какая структура не знаю дуб или может какое-то западное дерево ну в общем чуть-чуть поломанное да ну можно будет и подвинуть она на на такое вещица ну тоже интересно да артефакт такой где-то поставить повесить положить и будет прекрасный вот такой друзья маленький обзорчик сегодня не знаю как мы будем работать но мы нас может спасти youtube ваши заказы ваши подписки так что друзья подписывайтесь всем будем рады наверное я все-таки выставлю число подписчиков чтобы вы могли видеть что в неделю там подписывается куча куча людей всем мы благодарны значит начали ходить по квартирам начали ходить по домам люди приглашают люди и сдают значит у нас мы берем с собой книгу что дорогое мы оформляем вот и что начали делать те товары которые мы знаем что люди заберут сразу мы их не выставляем потому что его выставляешь и целый день идут звонки на тот товар вот например как на вот эти чаши там ЛФЗ или целый день целый день мне чашку мне две мне три их друзья забрали за десять минут раз такой товар он лежит да вот например на хрустале мало ценителей может стоять у нас много хрусталя наверное надо будет по новой делать ну как вы понимаете да все забито может в связи с этим карантином мы наведем здесь порядок чтобы вы могли все прекрасно видеть а так у нас сейчас навалено значит что мы еще начали делать мы сюда привозим по одной штучке чтобы здесь не захламлять магазин вот например бокальчики их 12 штук мы привезли два чтобы вам показать остальные остальные будут лежать на складе вы заказываете и мы сразу пакуем мы уже на складе чтобы не возить туда сюда вот такие новшества приглашайте домой будем общаться будем покупать будем оформлять на комиссию приглашайте в села приглашайте в другие города как то будем искать выход я понимаю что сейчас этим карантином могут вообще границы закрыты между городами как говорят ну будем как говорится посмотреть талисманчик на месте так что друзья заказывайте если вас что-то заинтересовало все мы не выложили потому что супруга попросила короткое видео потому что ей звонят с 7 утра до 11 вечера если б я занимался еще приемом звонков звонков да я бы наверное сошел бы с ума но это дурдом целый день целый день целый день звонки лучше не звонить друзья надо в вайбер получается смотрите какая ситуация в вайбере вы написали например что мне нужно вот эту вот чашку да оно в вайбере останется в этой записи если вы позвонили по телефону и сказали наташенька ну отложи мне пожалуйста эту чашечку она мне так нравится я без нее уже жить не смогу наташа если она сразу не записала она через 5 минут ей 10 человек позвонила и она потом сидит и чешет по тылу лучше друзья не звонить я понимаю вам это может проще но для нас нужно чтоб была запись и потом она уже эти все заказы пишет в книгу сначала одну книгу сделали большую сейчас уже такую книгу сделали чтоб она в сумочку влазила в общем это друзья так так сложно все так оно вроде кажется раз да хорошо когда там все там раз 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 все прекрасно нет это все нужно записывать чтоб не запутаться это очень сложно и люди отлаживают потом еще добирают лучше пишите в вайбер свой заказ а потом можете если вы так уже сильно хотите с ней пообщаться можете позвонить все друзья давайте на этой прекрасной звонковой звонковой ноте закончим наше это короткое видео сколько там да короткое снова 42 минуты до свидания всем чтоб никто не заболел чтобы у всех было все прекрасно чтоб люди могли быстрее выйти на работу чтобы этот коронавирус пошел куда-то за 3,9 земель и оставил ридную нашу ныньку Украины Украину в покое все друзья всем добра и всем до свидания ждите новое видео Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...